Так, Александр Григорьевич, я Сергей Мавроди, ну, наверное, узнали. Хочу обратиться к вам в связи с нынешней тяжелейшей ситуацией белорусской экономики, и в частности в связи с объявлением вот сегодня 11 мая фактической девальвации белорусского рубля. Ну, вы лучше меня, конечно, знаете, что происходит сейчас в белорусской экономике, я могу судить только по сообщениям СМИ, но и сообщений СМИ более чем достаточно, чтобы в общем и целом понять ситуацию. То есть экономика накануне краха в сущности, и в общем-то, что ждет население, это не хочется даже думать. Вот результат действий профессиональных экономистов, финансистов. Ну, вот результаты налицо. То есть уже никаких сомнений в их, так сказать, способностях нет. То есть совершенно очевидно, что если они до сих пор ничего не сделали, то и ничего не сделают и дальше. То есть все будет просто усугубляться, и вопрос лишь в том, когда именно произойдет катастрофа. то есть там всякого рода мерами типа стабилизационных кредитов, которых придется выклянчивать у российского банка, можно все это оттянуть, но... То есть выхода-то нет, в сущности никакого нет, так сказать, положительной динамики. То есть динамика отрицательная, просто медленное, так сказать, погружение в трясину. То есть совершенно очевидно, на мой взгляд, что в этой ситуации нужно отказаться от этих всех стандартных мер и пытаться искать другие пути, потому что стандартные пути не работают. Ну, почему, не судя важно. Причин может быть сколько угодно. То есть, ну, в Белоруссии нет там нефтяной трубы, на которой сидят наши великие экономисты и вещают там о своих достижениях. Поэтому, ну, другие там причины. Поэтому, что есть, то есть. Какая разница, почему? Так вот, есть ли выход? Обращаюсь к вам, Александр Григорьевич. Выход есть и очень простой. Вот разрешите МММ в Белоруссии, откройте пункты во всех... Дайте благословление, карт-бланш мне. Откройте пункты во всех отделениях Биорбанка, я за месяц, ну, за два. Свяжу средства населения, остановлю инфляцию, остановлю падение белорусского рубля. То есть, у меня ни малейших нет сомнений, что я это с ними сделаю. Но я уже это демонстрировал в России в 1994 году, когда МММ сдерживало инфляцию, хотя там была ситуация еще тяжелее. В России, например, больше в Белоруссии, там было все еще сложнее. Тем не менее, МММ успешно сдерживала инфляция. То есть, я совершенно не сомневаюсь, что я сумею это сделать в Белоруссии. Далее, следует немедленно ввести государственные ценные бумаги, я уже про это писал, ну, если интересно, найдете. Сограниченная доходность, с ограниченной надежностью. То есть, вот, вкратце, что любая ценная бумага имеет, как считается, один параметр доходности, но реально она имеет два параметра доходности и надежности. Что ясно, что государственная бумага не, в пример, надежнее бумаги, выпущенной какой-то мелкой фирмы. Так вот, следует выпустить официально государственные бумаги с ограниченной надежностью, то есть, но повышенной доходностью. То есть, там доходность до 100% в месяц, при нулевой надежности. То есть, чтобы инвестор имел возможность выбрать. Хочет, пусть играет в высокорискованной, но высокодоходной бумаге. Хочет, пусть играет в обычные. То есть, просто альтернативу дать. При правильной политике таким образом можно будет привлечь очень быстро средства, совершенно, ну, какие вам они снились. Уверяю вас. То есть, опять-таки, можно сослаться, например, к ГКО. Это было сделано в 1994 году России, когда была полная там в экономике катастрофа. И тем не менее, то есть, там, за счет ГКО страна существовала три года. Да, потом произошла катастрофа, но я считаю, что эта катастрофа произошла исключительно из некомпетентности людей, управляющих ГКО. ГКО были просто содраны с МММ. Это ни для кого не секрет. Содраны бездарно. Плюс вообще там была масса других моментов. Они совершенно неконтролируемо растаскивали средства ГКО. То есть, ну, как бы то ни было, даже при всех этих совершенно негативных факторах, страна, Россия, существовала три года исключительно за счет ГКО. Других источников дохода тогда не было практически. То есть, совершенно очевидно, что вы сможете таким образом. Сейчас тоже просуществует, но хорошо, будем судить. По минимуму три года. Ну, три года это огромный срок. За три года можно много чего сделать. Вы получите, по крайней мере, фору, передышку. Сейчас это просто катастрофа на носу. То есть, Александр Григорьевич, резюмирую, ни малейших сомнений в том, что нынешняя команда ваша, экономисты, финансисты, все эти, они никаких решений не найдут. Они не нашли их до сих пор, не найдут дальше. Они будут вам советовать стандартные пути, которые в данной ситуации уже поздно. Все. Это уже как мертвому припарке. Нужны совершенно другие пути, альтернативные. Вот я вам предлагаю совершенно конкретные, так сказать, и реальные пути. Вот разрешить МММ, таким образом, спасти население от неминуемой совершенно катастрофы. и выпустить параллельно государственные ценные бумаги с ограниченной надежностью. То есть, это совершенно стабилизирует ситуацию очень быстро. И уже тогда, получив передышку, вы можете осмысливать. Ну, я если начать за счет свои соображения, что делать дальше, но в любом случае вы можете уже осмысливать, что делать дальше. То есть, вы, по крайней мере, выйдете из этой катастрофического совершенно пике, в котором вы сейчас находитесь. Казательно того, что это пирамида, не пирамида, какая разница, вы действуете в интересах страны, в интересах народа. Тут уже все, так сказать, критерии моральные, которые применимы в обычной частной жизни, они здесь не применимы. То есть, делать надо все абсолютно, что на пользу народу. Вот так. Это мое мнение. Ну, Александр Григорьевич, я не знаю, прислушаетесь ли вы к моему мнению или нет, но я считаю, что я должен был это сказать, потому что в сочности я родом из Союза, в Беларуси я отношусь ну, как к русским практически. Поэтому, ну, не могу спокойно наблюдать, что происходит. и пытаюсь хоть что-то от меня зависящее сделать. Ну, не знаю, конечно, получится из-за того, что-нибудь или нет, но, по крайней мере, я совесть моя чиста. Еще раз говорю, дайте мне карблаш на МММ в Беларуси. Я туда стяну еще средства и всех остальных, если все участники поймут, что там абсолютно гарантированно, ну, то есть все счета можно будет там открыть. плюс, вообще, я свежу, я еще раз говорю, двойсчетово. Все средства населения основной инфляцией и государственные национальные бумаги. Вот настоятельно рекомендую, ну, прошу отнестись серьезно к моим словам, поскольку за всеми моими словами стоят дела. Это не какие-то досужие фантазии. Вот как раз экономистов и профессионалов, которые выдумывают это все. На основе каких-то там законов. За мной дела стоят. Вопреки всем законам это все работает. То есть это все и сработало бы прекрасно в Беларуси. Если бы, конечно, все, что для этого требуется, Александр Григорьевич, это всего лишь ваша политическая воля. Ну, посмотрим. Спасибо за внимание. Продолжение следует...